В эти дни в Санкт-Петербурге Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государства участников СНГ совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации проводят шестой международный конгресс «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». В рамках конгресса во всех регионах проводится неделя безопасности, включающая в себя различные акции, мероприятия и конкурсы. Преподаватели третьей школы вместе с сотрудниками ГИБДД решили через театральную игру показать важность безопасности на дорогах. Сюжет в этой сказке не хуже детектива Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Совершено дерзкое ограбление в самом оживленном месте. На лесной опушке украден светофор. Все лесное царство отправляется на поиски главного атрибута безопасности. Артисты, ребята из театральной студии «Отражение» Дома детского творчества так сжились в роль, что впечатлили своей игрой зрителей – учеников третьей школы. Очень интересно. А что интересно? Мне очень понравилось, как леса украла светофор. И когда фильм вставал, он сломал дерево. А как ты думаешь, ты пришел себе, ты думаешь, важно знать правила дорожного движения? Да. А почему? Потому что, чтобы вдруг не врезаться в машину. А что ты пожелаешь своим ребятам, например, твоим ровесникам, которые не соблюдают правила дорожного движения? Я им посоветую, чтобы они начали соблюдать правила дорожного движения, а то мало ли что. Как медведь уснул, и как колеса украла светофор. А как ты думаешь, почему так важно знать правила дорожного движения? Потому что, если их не знать, то можно попасть в аварию. Я хожу на зеленый цепет. Никогда еду по зеленой велосипеде, я всегда слезаю. И предупреждаю других, если, например, не видят какой цвет, то я их предупреждаю, что стоять, идти. А других это кого? Это пожелать людей? Да. Мне понравился больше этот медведь, потому что он потом начал говорить «Спал, спал, 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 спал». Еще соба понравилась. После просмотра этой театральной постановки, уверен Александр Павлинов, представитель ГИБДД, третьеклассники играть на дорогах точно не будут. Тем более, что перед спектаклем ученикам начальной школы Александр Александрович еще раз напомнил о правилах безопасности на проезжей части. Безопасность пешеходов именно в качестве как детей, что они тоже обязаны знать правила дорожного движения, как должны переходить в проезжую часть, как идти в школу, как себя вести рядом с проезжей частью. Также объясню, что перевозка детей в транспортных средствах обязательно должна быть только в детских удерживающих устройствах. То есть, чтобы они родителям подсказали, чтобы они им купили детские удерживающие устройства и побеспокоились о их безопасности. Позаботились о безопасности детей и руководство школы. Скоро в рамках недели безопасности малышей ждет еще одно познавательное мероприятие. Также у нас в рамках этой акции в пятницу для ребят первых классов, вот у нас уже ежегодная такая акция, тоже сотрудники ГИБДД приходят и проводят экскурсию по улицам города. Как раз у нас здесь находится очень сложный пешеходный переход, перекресток, да, и вот сотрудники ГИБДД рассказывают, как надо правильно переходить, как надо правильно добраться до дома. Спектакль «Кто украл светофор», который сорвал бурные овации, прошел вечером. А уже утром около другого образовательного учреждения школы имени Пырерки расцвели безопасные ромашки. Поэтому мы собираемся из Дома детского творчества, ребята, которые ходят на ЮИД, идти и спрашивать у водителей, как лучше усовершенствовать право дорожного движения, чтобы не случалось ДДП, потому что из-за этого очень много людей умирает, из-за ДДП. ЮИД – это юные инспектора дорожного движения. В Доме детского творчества это объединение работы с 2013 года. На занятиях ребята познают все секреты дорожной азбуки, учатся лихо ездить на велосипедах, быть грамотными пешеходами и воспитанными водителями в будущем. Сегодня у юных инспекторов особая миссия. ЮИДовцы у нас подготовили ромашку как символ жизни, не только семьи и любви, но и как символ жизни. И отправятся на улицы, кого встретят и зададут вопросы, что они делают для того, чтобы дорога соответствовала безопасности и символу жизни. Эта акция, по словам Светланы Фроловой, проходит в рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога – символ жизни», по итогам которой юные инспектора дорожного движения соберут целое поле ромашек с ответами и пожеланиями неравнодушных к проблемам безопасности на дорогах людей. ЮИДовцы свой ромашковый опрос решили начать с нашей съемочной группы. Взяв не только нарисованный цветок, но и инициативу в свои руки, несколько вопросов по правилам безопасности на дороге задала одна из активисток движения Виктория Пляшенкова. Как вам можно обращаться? Любовь. Любовь, как вы думаете, почему случаются ДТП на дорогах? Я думаю, потому что, наверное, наши водители не всегда соблюдают правила дорожного движения. Назовите три ключевых слова на дорогах. Внимание, безопасность и соблюдение правил дорожного движения. Что конкретно вы можете сделать для них? Что конкретно? Ну, я не буду провоцировать ДТП, я буду ходить сюда на пешеходном переходе, переходить, да, и только на зеленый цвет. Клятвенно пообещав в будущем не нарушать правила дорожного движения, на одном из лепестков от нашей телерадиокомпании мы оставили пожелание всем окружным водителям в надежде, что когда-нибудь проезжая часть вместо опасного объекта превратится в дорогу жизни. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал Север.